Всем привет! Я Скиф, это Oxygen Not Included. Продолжаем играть на карте Вулкане с модами. Ссылочка, кстати, на моды есть в описании. И спасибо огромное за ваши лайки и комментарии. Два дублика у нас названы. Вот он, Волтер, кстати, побежал. И Дима. Кстати, вот эти вот комментарии я выбрал. Комментариев вообще много, много интересных, действительно, но что-то надо было выбрать. Поэтому у нас, да, два первых поименованных дублика. Но пока что к делам насущным. Туалеты очень много производят загрязненной земли. Ну, не очень прям много, но достаточно так, чтобы это могло какие-то проблемы предоставить, предоставить нам в дальнейшем, в будущем. Поэтому я хочу здесь организовать комнатку, куда я буду химически активные вещества стаскивать, да, которые вот выделяют загрязненный кислород. Сделать я хочу это помещение несколько иначе, нежели я делал обычно. Ну, чуть-чуть-чуть получше вроде бы должно быть. Посмотрим, что получится. Главное, чтобы они сейчас это место расчистили. Здесь еще одна кроватка. Надо бы взять еще, кстати, одного дублика. Было бы весьма-весьма кстати. Нам нужно много свободных рук. И нам нужно вести разведку. У меня еще в голове зреет план на тему того, что можно организовать единый энергетический центр. Но проблема единого энергетического центра, так скажем, да, узла заключается в том, что я не знаю, где у нас прочие, в общем-то, сегменты энергии. Сюда-то уголь-то, понятно, я могу таскать. Но, допустим, природный газ или еще что-то непонятно где. Кстати, гейзер. Что-то у нас гейзер соленой воды. Неплохо, в принципе, а можно будет использовать. Потому что этот у нас не особо-то производительный, да, гейзер. Ну, вернее, воронка пара не суперпроизводительная. Далеко не самая производительная. Ну, и здесь расчищаем местность для того, чтобы слить вот эту всю водицу в единый резервуар. Потому что это все место надо осваивать. Ну, вот, в принципе, в принципе, в плане новых персонажей можно вот этого взять. Он, конечно, бревно. Не сможет выполнять поручение категории следует. Но это как-то пофиг. Хотя это творческий, слушай. Хотя у нас есть уже творческий. Давай разносторонне развитого возьмем. Бонус к моральному духу увеличен от декора. Не сможет декорировать, это пофиг. Это нас не особо интересует. Ну, подумаешь, деревенщина, с кем не бывает. Тогда надо какую-то пищу еще производить. Потому что они явно хотят есть. И давай посмотрим, что у нас там по приоритетам еще в целом. И, возможно, скоро мы будем разводить на график рабочий, да? На дневной, ночной. Чтобы прям все было у нас. Так, ну ты не можешь, в принципе, и не надо, и готовку не можешь. Но остальным всем можешь заниматься. Пока что упор ни во что давать тебе не будем. Возможно, имеет смысл переноску, да? Ага, ты их за костюмы даже не сможешь носить. А нет, сможешь. Ты не сможешь в космонавта пойти. Ну, это ладно. Это не критично. Сразу стараюсь здесь сделать резервуар побольше. Чтобы тут пока что вот эта вся вода находилась. Возможно, мы... Не, в дальнейшем, наверное, вряд ли буду эксплуатировать. Это резервуар. Ну, посмотрим. Главное, чтобы сюда можно было воду слить. Дальше будет уже видно. Здесь уже практически тоже расчистили. Тут еще весь углекислый газ умудрился скопиться. Это не очень комфортно им работать в целом. Но да ладно. Вроде бы работают. У нас пока что базу снабжает кислородом кислородный, кто-то там, диффузор. Ну, и благо у нас пока что водоросли есть в наличии. Да и, в общем-то, в окружении они присутствуют. Но тут слезневые эти биомы не очень приятные, конечно. И надо, кстати, подумать о том, чем питаться дублики в дальнейшем будут. Потому что пока что у нас такая себе, конечно, еда. Надо что-то как-то, наверное, будет на это что-то заморочиться. Ну, и так как у меня есть вода, в принципе, в принципе, Можно будет, наверное, сделать серфы. А, ну, серфы уже, в принципе, доступны. Так, мебель, серфы. Сколько они там энергии? 480 ватт хавают. Что-то довольно, конечно, много. Но два серфа можно на один трансформатор киловаттный поставить. Там еще плюс надо будет воду подавать. И там, может быть, удастся воду как-нибудь зациклить. Что-нибудь придумать, какое-нибудь помещение. Чтобы моральный дух им повышать, да, каким-то образом. Интересным, почему бы и нет. О, тут расчистки идут. Так, завалы всякие нам тут не нужны. Так, яйц копатели подвезли. Ну, давай распечатаем. Я хочу вообще копатели повыводить. Надо бы. А раз я планирую углем заниматься. И, наверное, вот здесь вот прям вот. Организовать под копатели какую-нибудь тему. Как только смогут. Вот так вот сделаем. Потому что, очуется мне, кроме угля, здесь нифигища не будет. Жесть, конечно. Может, еще что-нибудь найдем в плане энергии. Но пока что хоть как-то, хоть так-то. Ну, и тут соляные эти самые биомы. Это ладно. Ну, раз это вулкань, а тут должны быть где-то какие-то вулканы, я надеюсь. И, возможно, мы от этого сможем сплясать. Так, и вы здесь уже, да, раскопайте, пожалуйста. Серьезно. Я планирую тут вот так вот стеночки поставить, водиться и залить. И доступ только сверху им оставить, чтобы они по воде не бегали, не мочили свои ноги лишний раз. Вон, Дима, тут уборкой занимается. Пища у нас идет. Я же думаю, да. Грязи дофига. Можно не париться. Температура здесь более чем комфортная. До 30 градусов выдерживает. Ну, и пока что нагрева особо неоткуда взяться. По навыкам, кстати, продолжают наши дублики прогрессировать. Стоит ли прям до астрономии упороться? Использование виртуального планетария. Наук еще больше будет, да, как бы. Ну, что бы нет. Давай на максимум делаем так делаем. И тут мастер супер-пупер улучшенное рытье так и написано. Клево. Что-то я раньше не замечал, или это так вот изменился переводик внезапно. Так, ну тут просто улучшенное строительство. Эстетический дизайн. Основы искусства. И гениальное искусство. Ну-ка, почитать. Так, может быть, действительно что-то где-то изменилось. Ну, супер-пупер улучшенное рытье. Зачет. Улучшенная переноска. Электрическая инженерия. Так, медицинский. Уход за больными. Создание лекарств. Улучшенная сила. И водопровод. Ну, окей. Тут особо вроде ничего не изменили. И дублики что-то заняты всем. Кроме того, что я хочу, чтобы они делали, блин. Здесь они уже практически все до раскопали. О, и здесь практически доделали. То есть задумка какова. Ставим здесь складские отсеки. Ну, пускай такие сразу много. Здесь поставим опустошитель бутылок. Да твою мать. Немножко высоковато. Воды сюда зальем. Здесь тоже так вот перекроем. И доступ будет только сверху по лестницам. То есть такой план, чтобы они не ходили по воде. Так, ну вроде бы работает план. Вроде бы ходят по лестницам. А сюда стаскивают вот всякую загрязненную землю. Ну и водицу сюда, конечно же, надо побольше налить. И в принципе все. У нас есть комната для хранения химически, блин, активных веществ. Это клево. Здесь надо расчищать плацдарм. Стаскивать туда яйца копателя. Пускай копатель выводится, да. Потому что уголь сам себя не произведет. Здесь практически местность расчистил. Ну и энергией пора бы заняться. Я боюсь, что тут будет, блин, нагрев. А он будет? Потому что куда он нафиг денется? Поэтому надо как-то заизолироваться от нагрева. И вход вообще сделать. Как-то, как-то это все придумать. Здесь, наверное, пол поменять в целом. Что у нас там есть? Хотя эта теплоизоляция, это все, знаете, такое. Временная, временная вся история. Надо какое-то будет другое решение. Надо просто подальше куда-то всю самую энергию убирать. И, наверное, куда-то сюда пониже опустить просто. А не прям в притирку сюда делать. Сейчас вот эту надо сначала воду, короче, слить. Я так понимаю. И потом уже об этом задумываться. Ну и пора, в общем-то, сливать воду. Опаньки. Что нам там подвезли? Грибные споры. Дубликов я пока брать не буду. Грибные споры возьмем. Потому что надо задумываться о пище. Но сейчас главное вот это слить. И уже тут как-то все распланировать, да? Опа, пошел потоп. Надеюсь, все нормально у нас тут сольется. Как бы тут достаточно много вроде бы места. Вот и отсюда пошел слив. Так, Гароль, беги отсюда. Что-то там забыл. Ну и насчет комнаты, да? Здесь нам надо поселить копателей. Поэтому делаем как-то вот так. То есть нам нужна комната, где их будут одомашнивать. Для этого размещаем там станцию. У меня еще, кстати, нету станции животных как таковой, да? Неплохо бы изучить. Что у нас тут не изучено. Вот это все в целом не изучено. И вот это все не изучено. Давай, вот до готовки деликатесов. В целом нам все это понадобится. Соковыжималка пока нет. Соковыжималка требовательная в плане ресурсов. Там разного рода они потребуются. Ну а здесь просто вот так вот комнатку ограничить. Тут будет у нас выгон. Здесь будет комната, где будут их одомашнивать, скажем так, да? И еще один момент. Мне загрязненную воду девать некуда. Камыши нужны. Нужны камыши. Если у нас тут есть... Да, камыши где-то местами-временами есть. Если у меня семена камышей, что-то я очень сомневаюсь. Семя колючего, так, орешника. Бальзам лилии. Нет. Нет. Семян камыша у меня, к сожалению, тупо нет. Так, ну и касаемо навыков. Макс у нас может виртуозно заниматься земледелием. Но я думаю, ему имеет смысл заниматься и животноводством. Лишьди, ты у нас будешь земледелец прям классный. А Мари готовкой может. Ну давай тогда рыть, йоте. А, ну вообще надо в переноску. Да, потому что к костюмам мы постараемся так или иначе прийти. Осталось придумать, как вот этот еще резервуар сюда слить. Я тут еще немножечко расширить решил все-таки, да? Отсюда-то мы его очень просто сольем. Это вообще не проблема. Так. Это все уберите. Зато весь углекислый газ с базы тоже планомерненько так уходит. Что не может не радовать. Здесь у меня будет немножечко углекислого газа задерживаться. Но это не страшно. Ну и вот чтобы, наверное, вот здесь не задерживался, имеет смысл воздухопроницаемых сюда клетку просто поставить. И как бы опять же будет все замечательно. Блин. Так, сладненько. И, наверное, имеет смысл вот здесь немножечко вверх прокопать. Чисто в исследовательских целях, в разведывательных, я бы даже сказал. Вот сюда вот. Вдруг там какие-никакие гейзеры, еще что-то. Надо пробираться. Надо докапываться до истины. И в сторону тут тоже надо бы как бы разведку вести. Поэтому вот здесь вот. В принципе, вот сюда вот прокопать. Водицу убрали. Теперь можем тоже это спокойненько делать. А тут вот такой вот неплохой резервуар получается. Еще водица полилась. Замечательно. Такое уже целое озеро. Так. Электроэнергия. Электроэнергия. Но энергию здесь где-то хочу разворачивать. Для этого надо сейчас вот эту как-то водицу слить. Что мы для этого можем сделать? Ну, по идее, все просто. Вот здесь прокопать еще сильнее. И вот отсюда аккуратненько просто слить. Почему бы и нет. Давай еще приоритет сюда подкинем. И копать будем. Но я думаю... Блин, вот так не очень-то получится. Давай вот так. И вот так. И по идее нормально сольется сюда водица. И все. Считай, расчистили местность. По-моему, прекрасно. И, наконец, электроэнергией заняться. Остатки воды уже сюда стекают. Ну и, в общем-то, клево. Расчистили. Здесь я продолжаю вести разведку. Даже глубже можно. Нам нужно искать какие-то гейзеры, блин, интересные. Ну и касаемо энергии. Давайте все-таки подумаем, как это все организовать. То есть, по идее, мне нужен ярус, на котором будут трансформаторы. Это, пожалуй, вот этот ярус. Так. Раз, два, три, четыре. И здесь будет ярус с уже с этими. С генераторами. И, возможно, еще и батареи будут. Посмотрим. Ну и, соответственно, все это раскопать. Раскопать. И начинать уже ставить. Какая-то еще воронки как-то пробиться, блин. Тут все в фосфоре, офигеть. Это надо будет слить, убрать как-то. Короче, тоже геморрой. Но пока запас воды имеется. И это очень сильно выручает. Конечно, снизу залезли бы, потому что я приоритет тут выше поставил, чем нужно было. Ну и водицу надо в целом отсюда убрать. Это сама по себе тут потихонечку стекет. Но вот какую убрать сможете, уберите. Ну и надо пока не забыл упереть яйцокопателя. Инкубация уже 40%. Так, яйцо существ. И яйцокопателя. Унести. Давай. Отлично. Теперь отсюда, соответственно, это дело выкидываем. Ну и пусть пока будет. На всякий случай здесь складской отсек. Станцию для существа поставить поставили. Здесь у нас теперь хлев. Здесь такой выгон. И будем потихонечку плодить этих самых копателей. Это нам потребуется, потому что кроме угля я пока что не вижу других источников энергии. К сожалению, блин, к большому. Ненавижу сидеть на угле длительное время. Поэтому будем пытаться соскочить с угля, конечно же. Вот, кстати, водород. Что там такое? Как-то вообще добраться. Но нужна энергия. Мы можем лизерку сделать. И этим всем надо заниматься. Лизерка, наверное, будет где-то здесь. Надо, наверное, уже под нее что-то как-то территорию тоже потихоньку расчищать. Планировать, что лизерка далеко-то не будет. И водицу пока отсюда будем брать. В дальнейшем, наверное, откуда-то еще. У нас тут соленая вода есть. Вот эта вода есть. Как бы это в целом-то все неплохо. Сюда надо, чтобы они прокопали. Туда надо, чтобы они прокопали. Что, по навыкам? Ну, набираются, конечно, опыта. Но потихонечку. И надо придумать, где у нас будет серфинг. И надо придумать, как здесь будет вся организована система. Где тут будут души? Ну, души где-то здесь будут, наверное, просто банально стоять. Сколько у нас тут? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, семь. Раз, два, три, четыре, пять. И не влазит. А, ну тут шесть где-то влезет. Души. Потому что я тут клетку одну удалил. Давай ее вернем. И подумаем, стоит ли. Либо же здесь вообще законопатить. И проход только с этой стороны оставить. И здесь тогда все это заделать. Наверное, да. Наверное, я так и сделаю. В принципе. Почему и нет? Зачем нам тут проход? Здесь лучше уже спланируем все как надо. Здесь тогда в притирку получается отчасти. Вроде бы нормально, нормально. И здесь туалеты будут. И они будут сюда заходить, сюда спускаться. И отсюда уже выходить. Таков план. Ага, все распланировал. И получается немножечко странно. Но в целом нормально. Дело все в том, что они не одновременно будут подскакивать. Я их по временным интервалам разведу. Я хотел изначально семь раковин поставить. Семь уборных, там семь душей. Но что-то это супер затратно. Побольше вот уборных поставлю. Лучше раковин поменьше. А не смертельно душев тоже поменьше. Душей, да. И пускай они в разное время начинают работать. Наверное, это нам как-то поможет. Так, дублика пока нам не надо. Питательные батончики надо. И нам надо еду хранить вообще как бы в какой-то нормальной среде. Ну и вообще надо весь мусор еще на базе тоже прибрать. Дело на самом деле огромная масса. Но сначала с энергией разобраться. Здесь они все это дело расчищают активно. Потом пойдут, я так понимаю, в разведку все-таки. Что там по приоритетам? Нормально, на шесть приоритет. Вот, вполне себе меня устраивает. Ну и в плане исследований. Нужна всякого рода автоматика. И вообще мне нужен дубль, который будет заниматься этой самой автоматикой. Вот это надо изучить. По крайней мере пока. И кто у нас может пойти-то в автоматику? Вот в мехатронную инженерию у нас может мип. Кстати, и пойти больше походу особо некому. На данный момент Волтер у нас в астрономию, конечно, прокачался. Молодец. Давай в переноску теперь. В дальнейшем, возможно, ты у нас и в космос и полетишь. Ну и касаемо генераторов на угле. Желательно их сделать из каких-то нормальных сплавов. Вон, хотя бы золото использовать. Тут оно есть. Давай сюда доберемся. Приоритет вот этот повысим. Потому что здесь уже в целом практически расчистили территорию. Надо бы уже начинать размещать. С расчетом на то, что тут будет еще дополнительная автоматика. И вообще углекислогаз надо будет как-то потреблять. Убирать его куда-то. Ну ладно, подумаем, придумаем. Это в принципе-то не такая уж большая проблема. Что за звуки жуткие? Появились маленькие копатели. Офигеть звук. Ладно. Так, а резюмара у меня сколько вмещает? 20 тонн. Ты 80 тонн. Нормально. Наверное. В целом неплохо. Я бы так сказал. С учетом модов. Здесь у нас еще пока что разведка не пошла. Здесь потихонечку начали ставить, кстати, уборные. Здесь я еще одну клетку воткнуть решил, а еще один душ примостить, чтобы был. Это все у нас из меди, меди таким вот образом выглядит. Но тут еще будут двери, и, соответственно, они не будут проходить вот так вот. Они будут проходить через вот так вот. И тут еще надо как-то это все по времени настроить. Короче, планов что-то масса. Как это все реализовать? Да ладно. Здесь нам нужен вход. И здесь нам нужен вход. Да ладно! Да ладно! Гейзер природного газа. С неплохой производительностью. 300 грамм в секунду. Слушай, это клево. Это прям клево. Здесь у нас энергетика типа. Но мы как-то здесь, может быть, ее еще развернем. Сюда надо пробираться. Сюда надо пробираться желательно, конечно, в костюмах в идеале. Потому что тут не самая лучшая, конечно, обстановка. Но окей, окей. Это круто. Это офигительно. Гейзер природного газа. 300 грамм. Это клево. Сколько у нас там потребляет один? А я еще даже не прокачал. Там то 60, то ли 80. Я не помню. Грамм на один генератор надо. Но это круто. Это нормально. Так, у меня там еще исследование стоит необходимое. Да, надо автоматику. Надо автосборщик, чтобы я мог хотя бы просто примерить зону его покрытия. Чтобы тут все разместить должным образом. Поэтому жду, пока изучат. Что тут по разведке? Тут очень похоже, что какой-нибудь гейзер тоже. Или какая-нибудь вороночка. Но не факт, конечно же. Что нам там подвезли? Семя ветви дерева. Я не уверен, что оно мне нужно. Давай бальзам лилю. Как вариант. И немножечко еще грязевых батончиков произведем. Пусть будут. Блин, у меня же обработанного металла-то нету. Я примерить-то ни черта не могу. Мне нужен ко мне дробитель. Зараза. Ладно. Автоматизация автоматизацией. Но окей. Давай тогда ставить. Ставить из золотых сплавов. Начнем как-то вот так с краю. Но все-таки отступим. Все-таки отступим, я думаю. Пусть будет. Вот как-то так. Пусть их будет четыре, я думаю. Промеж них воткнем. Господи, складские отсеки. Само-то собой. Чтобы были. Ну и соединить их в единую сеть. Но обработанный металл, тем не менее, нужен. Как-то не крути. Вообще без вариантов. Здесь у нас будут трансформаторы стоять. Поэтому давай, наверное, обработанный металл хоть как-то, хоть сколько-то получить. Для этого надо камнедробитель куда-то... Так, не совсем камнедробитель. Давай сюда тебя присоседим, пока можем. Вот. И хоть какого-то обработанного металла произведем. Что у меня там? Железная руда, золотой сплав. Вот медной рудой 80 тонн, наверное, обработанную медь и сделаем. Чтобы батареечку поставить нормальную, да? Чтобы у нас угольные генераторы на постоянной основе не работали. И вообще батарею, наверное, где-то здесь ниже разместить в целом. Чё бы и нет. Раз, два, три. Вот так вот. Я так догадываюсь, здесь нет ледяных биомов. Поэтому охлаждать мы это дело всё нормально вряд ли сможем. Что-то мне очень подсказывает, что на вулкане нету льда. И у нас, кстати, гениальное искусство теперь доступно одному из дубликов. Это офигительно. Это можно начинать заниматься потихонечку декорированием. Потихонечку-то помаленьку. Только единственное, что туда лепить, не очень-то понятно. Да, волокна у меня особо-то нет. Картины не поставишь. Но такое. Доски для серфа, это клёво. Но это позже. Это позже. Вода есть. Всё есть, как бы нормально. Надо энергию. Ну и тут план отступить три клетки, наверное. И вот так вот крышу организовать. Дальше комната будет здоровая. Может каких-то драконов выводить будем или ещё что-то в этом духе. Посмотрим. Так вот, это всё тоже раскопать. По возможности здесь у нас будут батарейки. Здесь, может, ещё что-то в этой комнате будет. Может быть, накинем как-то дополнительно мощности на генератор. Ну как, как-нибудь, да? Поставим генераторную станцию, как вариант. Кто у нас там? Мэри пока что занимается камнедроблением. Очень так, этак, активно. Ну и насчёт, кстати, имён для дублика. Следующий вопрос и два имени. Я выберу два варианта и два дублика, соответственно, получат имена. Вопрос суперпростой. Какого существа не хватает дубликам? Тут их очень много в игре. Я добавил мод, который добавляет ещё пару вариаций. Правда, не факт, что ими пользоваться буду. Но вроде там достаточно интересные варианты. Но, на ваш взгляд, каких существ не хватает дубликам? Ну а на этом будем заканчивать. У нас пока что всё супер в целом. Развитие идёт. Энергию мы начнём производить. Подключим туалеты. Это всё тоже дело, надеюсь, заработает. Надо будет лизерку. Она вот здесь будет тоже сделать, да? Подать кислород, сделать костюмы. Начать это всё активнейше разрабатывать. Здесь, я так понимаю, очень высокие температуры. Там где-то должны быть ещё вулканы. Возможно, удастся вулканы разработать, обработать. Где-то и с них получать энергию. Ну а на этом же пока что всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал. Ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!